Тема нашего занятия – употребление двоеточия и тире. Сегодня вы вспомните случай употребления двоеточия и тире в простых осложненных и сложных предложениях. Научитесь разграничивать отделяющую и выделяющую функции тире. Закрепите правила постановки двоеточия и тире. Продолжите развивать умение анализировать структуру предложения. Грамотно расставлять знаки припинания в предложении. Двоеточие, в отличие от запятой, в предложении выполняет только отделяющую функцию. Оно употребляется в простом предложении при ряде однородных членов, в бессоюзном сложном предложении, в предложении с прямой речью, при диалоге, при оформлении нумерованных или маркированных списков. Рассмотрим употребление двоеточия в простом предложении. После обобщающего слова перед однородными членами всегда ставится двоеточие. Лес прекрасен всегда. И в зимние дни, и весной. Двоеточие отделяет обобщающее слово всегда от ряда однородных обстоятельств. Поставьте видео на паузу и выполните задание по условиям. Перед вами возможные варианты предложений, в которых при ряде однородных членов ставится тире. В предложении в комнате оставались только любимые князем вещи. Шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка. После обобщающего слова вещи перед рядом однородных членов ставится двоеточие. За столом сидела интеллигенция, а именно. Писатели, художники, музыканты, ученые. В этом предложении после обобщающего слова интеллигенция стоят слова «а именно», перед которыми нужно поставить запятую, а после них двоеточие. Так как далее следует ряд однородных членов предложения. В предложении в колоннах парада сочетались все родовойск, например, танкисты и летчики, артиллеристы и саперы, связисты и десантники. После обобщающего слова «все родовойск» перед словом, например, ставится запятая, а после него двоеточие. Запятыми отделяются пара однородных членов предложения. Нередко вызывает трудности употребление двоеточия в сложном предложении. В бессоюзном сложном предложении двоеточие ставится, если вторая часть называет причину, основание того, о чем говорится в первой части. Между частями можно вставить союз потому что, например, «Иногда лошади проваливались по брюхо, почва была очень вязкой». Если между частями бессоюзного сложного предложения складываются изъяснительные отношения, можно вставить в союз «что» слова «и увидел что», «и услышал что» и другие, то между ними ставится двоеточие. Например, «Я знаю, в вашем сердце есть гордость и прямая честь». Двоеточие ставится между частями бессоюзного сложного предложения, если вторая часть поясняет, раскрывает содержание первой части. Можно вставить слова «а именно». Например, «Тут его осенила неожиданная мысль». «Партизаны должны быть где-то поблизости». Если вторая часть предложения представляет прямой вопрос, то в бессоюзном сложном предложении также ставится двоеточие. Например, «Одно мне непонятно. Зачем отправлять письма на несуществующий адрес?» Закрепить полученные знания вы сможете, выполнив следующее задание. Закончите предложение по схемам. Расставьте в этих предложениях знаки препинания. Не забудьте поставить видео на паузу. Перед вами возможный вариант выполнения данного упражнения. Приостановите просмотр и проверьте себя. Вам уже знакомо правило употребления двоеточия в предложениях с прямой речью при оформлении диалога. Рассмотрите пунктуационные схемы из упражнения 33 учебного пособия, затем выполните задание 2. Не забудьте поставить видео на паузу. Афоризм Владислава-Гжейщика можно оформить как диалог, в котором реплика располагается с абзаца. Например, Владислав-Гжейщик сказал «Судьба человека в руках человека». Вот в чем ужас. Также афоризм можно представить в виде прямой речи, используя различные вариации ее оформления. Например, прямая речь следует за словами автора, после которых необходимо поставить двоеточие. Афоризм можно оформить так «Судьба человека в руках человека», сказал Владислав-Гжейщик и добавил «Вот в чем ужас». В данном случае прямую речь разрывают слова автора. В них содержатся два глагола со значением высказывания, поэтому после них необходимо поставить двоеточие. «Судьба человека в руках человека». Вот в чем, считает Владислав-Гжейщик, ужас. В такой вариации употребление двоеточия не требуется. Тире, как и запятая, предложение может выполнять отделяющую и выделяющую функции. Рассмотрим случай употребления тире в простом, в сложносочиненном, бессоюзном сложном предложении. А также в предложениях с прямой речью и при диалоге. В простом предложении тире выполняет отделяющую функцию, если стоит после однородных членов перед обобщающим словом. Например, «Ни дерево, ни вода, ничто не шелохнется». При наличии в предложении обобщающего слова и ряда однородных членов, тире ставится перед продолжением предложения. Например, «Везде, над головой, под ногами и рядом с тобой, живет, грохочет, торжествуя свои победы, железо». Также тире ставится между однородными членами со значением противопоставления при пропуске союза А. Например, «Стрелять в лебедя не просто преступно». Подло. Отделяющим является тире между подлежащим и сказуемым. На экране основные случаи постановки тире. Подберите на каждый из них по одному предложению. Не забудьте поставить видео на паузу. Приостановите просмотр и обратите внимание на примеры употребления тире между подлежащим и сказуемым. Рассмотрим отдельные случаи, когда тире между подлежащим и сказуемым не ставится. Если между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными, стоит водная единица, союз, сравнительная частица, отрицательная частица «не», слово «есть», то тире не ставится. Так, в предложении хлопчатник, как известно, важнейшая техническая культура, грамматическая основа разделена вводным предложением, как известно, которое выделяется запятыми. Поэтому постановка тире не требуется. Любовь есть самое искрометное, непредсказуемое и светлое чувство на земле. В данном случае употребление тире не требуется, так как между подлежащим и сказуемым стоит слово «есть». В простом предложении тире ставится перед пояснительным членом предложения, если он стоит в конце предложения. Например, «Пахнет дождем, нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек». Тире ставится между двумя или несколькими словами для обозначения пределов. Временных, например, крестовые походы XI-XIII веков. Пространственных, например, поезд «Витебск-Минск». Количественных, например, реферат объемом 10-14 листов. Тире ставится в двойных наименованиях, например, футбольный матч «Динамо-Спартак». В лозунгах, девизах также ставится тире, если они образованы двумя существительными в именительном или винительном и дательном или предложном падежах, без подлежащего и сказуемого, с четким интонационным делением на две части. Например, «Каждой семье отдельную квартиру». Закрепить свои знания об употреблении тире в простом предложении вы сможете, выполнив следующее задание по условию. Не забудьте поставить видео на паузу. Проверим себя. В первом предложении запятыми отделены однородные подлежащие. Перед обобщающим словом «Всё» ставится тире. Во втором примере после обобщающих слов «Всё это» перед рядом однородных членов необходимо двоеточие. Между однородными подлежащими ставятся запятые. После последнего однородного члена перед продолжением предложения ставится тире. В третьем предложении тире отделяет однородные сказуемые со значением противопоставления. Между ними можно вставить союз «А». В предложении номер 4 тире ставится между подлежащим выраженным существительным в именительном падеже и сказуемым выраженным сочетанием счислительным в именительном падеже. В пятом предложении между подлежащим и сказуемым стоит отрицательная частица «не», поэтому тире отсутствует. И в последнем предложении требуется поставить тире, так как это лозунг. как парный знак или выделяющий, цире в простом предложении употребляется в следующих случаях. Во-первых, при наличии однородных приложений. Например, вбежала оживленная малышка, любимица отца и крестница Софья в розовом платье с огромным бантом на макушке. Однородные приложения «любимица отца» и «крестница Софья» относятся к главному слову «малышка» и с двух сторон выделяются тире. Во-вторых, приложения, относящиеся к одному из однородных членов предложения, также выделяются тире. Например, «Они пили чай из битень, напиток из меда с пряностями». В данном примере второе выделяющее тире совпало с концом предложения. В-третьих, с помощью тире выделяются вставные конструкции. Например, «В его доме книги он считал их источником всех знаний. Были повсюду». В русской пунктуации встречается так называемое интонационное тире, которое употребляется в литературных произведениях для выделения важных для автора слов, для выражения неожиданности или противопоставления. «Ищу кубросили», «В реку». Поставьте видео на паузу и выполните задание по условию. Проверьте правильность выполнения задания, приостановив просмотр. В сложном предложении тире выполняет отделяющую функцию. Рассмотрим случай употребления тире в сложносочиненном предложении. Если во второй части предложения содержится резкая смена событий, неожиданное присоединение или результат, вследствие того, о чем говорится в первой части, то вместо запятой перед сочинительным союзом ставится тире. Например, «Ступишь ногой в мох, и мох сочится». Если между частями сложносочиненного предложения сопоставительные, противительные отношения, то перед союзом ставится тире. Например, «Волнение росло в душе, рвалось наружу, и все равно он промолчал». В бессоюзном сложном предложении между его частями ставится тире, если в первой части указывается на условие, о котором говорится во второй части. Например, «Будет тожтик, будут и грибки». Или «Время совершения действия». Например, «Ехал сюда, рожь начинала желтеть». Если вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на резкую смену событий, неожиданное присоединение, следствие, вывод, результат, то между частями необходимо поставить тире. Например, «Я болен, мне не к чему лгать». Если между частями бессоюзного сложного предложения отношение противопоставления, сопоставления, несоответствия или сравнения, то вместо запятой употребляется тире. Молвить слово «Соловей поют». В этом предложении между частями отношение сравнения. Тире употребляется в любых типах сложного предложения, чаще в бессоюзных сложных или сложно подчиненных предложениях с однородными предаточными частями, а также в простых неполных предложениях, в которых пропущены какие-либо члены, например, сказуемые. «Они стояли друг против друга, Олег растерянный и смущенный, Нина с выражением вызова на лице». Это сложное бессоюзное предложение, во второй части которого пропущены сказуемые «стоял», «стояла». И на месте их пропусков ставится тире. Эти сказуемые можно восстановить из первой части предложения. В простом предложении вокруг месяца бледные круги пропущены сказуемые «были», поэтому на его месте ставится тире. Для закрепления знаний выполните задание по условию. Не забудьте поставить видео на паузу. Проверим себя. Первое предложение – это бессоюзное сложное предложение, между частями которого сравнительное отношение. Пример номер два – это также бессоюзное сложное предложение, в первой части которого содержится время того, о чем говорится во второй части. В третьем бессоюзном предложении между частями отношение противопоставление, поэтому необходимо поставить тире. Предложение номер четыре – это сложно сочиненное предложение, во второй части которого резкая смена событий. Пятое предложение является неполным простым с пропущенным сказуемым. Вам уже известно, что в предложениях с прямой речью в оформлении диалога на письме требуется постановка тире. Поставьте видео на паузу и рассмотрите пунктуационные схемы на странице 222 учебного пособия. В соответствии с правилами пунктуационного оформления запишите диалог в строку. Не забудьте поставить видео на паузу. Остановите просмотр и проверьте правильность оформления диалога. Обратите внимание, если между репликами разных лиц нет слов автора, то между ними ставится тире. На экране эти тире выделены красным. Итак, сегодня вы узнали особенности употребления двоеточия и тире в простых, осложненных и сложных предложениях. Функции тире, отделяющую и выделяющую. Повторили правила постановки двоеточий и тире. Закрепили умение анализировать структуру предложения. Грамотно расставлять знаки препинания в предложениях. Для закрепления темы повторите параграфы 30-31. Выполните упражнение 31-10. Проверить свои знания вы сможете при помощи теста.